друзья название очередного раздела туры начинается бешаллах когда отпустил вот это исход или и или шмот 13 глава 17 стиха по 17 главу 16 стих и мы с самого начала начнем прочитаем и так 13 глава шмот 17 стих когда же фараон бешаллах народ отпустил народ бог не повел его по дороге земли филистинской потому что она была близко ибо сказал бог чтобы не рассказа народ увидев войну и не возвратился в египет и обвел бог народ дорогу пустынную черному морю и вышли сыны израилевы вооруженные то есть вооружен это не обязательно там с оружием да наверное не было кое-какое оружие но с на прежде всего обеспеченные снабженные всем необходимым что он для долгого пути из вернее так для пути и перехода из земли египетской земле обетованную ну бог не предусматривал долгого пути вообще-то там если вы помните там где-то 11 так не спеша 11 2 недельки за 2 недельки можно было бы дойти но получилось по-другому и мы в принципе мы понимаем почему так получилось вот ну и дальше в этой главе описывается как израиль приходит к морю фараон гуднется за евреями чтобы вернуть их египет господь разделяет воды для израиля и топит египтян торжественная петь маше и морям я здесь специально себе воскресательный знак поставил потому что в 80-летний маше поет песню когда там всех потопили там 90-летняя морям берет тимпаны с женщинами они идут в танец и пусть кто-нибудь нам скажет мессианский евреев что мы должны солдатиками стоять на время во время служения да а не славить бога в танцах и громкими песнями мы маше делает воды мир и сладкими и в ответ на робот израильтян господь дает им ману бог дает воду из скалы нападение амалика этим заканчивается это потомки одного из сыновей и сава на израильтяна они нападают и поражение их когда мы будем праздновать по рим друзья мы будем помнить что злобный аман он был был потомком царского рода значит амалики тян и так сегодняшний раздел показывает что бог израиля не только чудесно вывел израиль через море но нежно восполнял нужды своего постоянно ропщущего народа вот и обратите внимание что в этой главе бог ничего как бы не воспрещал он как отец да вот так ласково с ними обращался и там если не было воды там маша ударил по скале пошла вода вода была горькой не понравилось брось туда веточку да значит она станет она стала сладкой мясо захотели без проблем перепиловым дал и у них все было из-за этого ничего не было вот в общем не было кушать долман ночи мне нежно вела тут в течение всей главы мы видим что они только и делали шороптали но бог вот как со всеми нами да когда мы выходим из египта греха да мы там тоже в общем боже у нас того того там нету бог нам помогает восполнять а потом уже трудней приходится и мы так в общем то уже где-то понимаем почему но поначалу всегда все хорошо вот потому что бог он являет себя нам он показывает себя и в это время нам нужно включить не только веру но и доверие богу потому что верить что он есть это это только начало друзья но доверять ему в обстановке в любой в любых обстоятельствах вот вот это уже другое дело и бог ожидает от нас этого вот и все вот это вот эта нежная забота бога о своем народе она явила израилю бога в новом качестве как яхве бога завета помните когда после первого разговора с фараоном тут запретил давать мужа имеется с фараоном он фараон запретил давать евреям солому для это для кирпичей для кирпичей и может обратился к богу этот ответил ему фактически в том разговоре с мужа бог сказал до сегодня народ мой знал меня в основном как бога всемогущего ну как бога который образовал семью авраама да значит потом народ образовал значит он хрен он хранил на каждом этапе там от царей запрещал обижать своих помазанников вот то есть это как бог всемогущий который все может ну как бы знаете такой бог семьи да но потом бог народа вот ну говорит вынес но говорит у меня еще есть имя я яхве и вы слышали о нем но не знаете но не знаете его яхве это бог завета да вот это тот бог который обещал не только создать народ но в ней не только дать семью аврааму род народ землю обетованную вывести их в эту бетонную землю и быть им богом да значит но то есть но он теперь исполнитель вот этого этого слова потому что евреи когда они слышали об этом вот когда находились в египте вот представляете бог он такой вот он обещал нам обещал они ну да обещал и такое знаете такое сказочное такое состояние ну да там бог он великий он обещал а я-то здесь да а что как как ко мне вот теперь когда когда он вывел из египта до великими чудесами и знамениями когда он провел через черное море когда он начал показывать себя вот и наконец-то они увидели да он вот он такой он верный вот как он сказал вот так как так он сказал так такой так он и делает и они начали познавать его они начали познавать его имена ситуации спасения от египтян при черном море они познали бога как спасителя то То есть это как бы стороны имени Яхвы, то есть как бы то, что дополняет, разъясняет это основное имя его, показывает каждую сторону его характера, его мысли, того, о чем он думает, о чем он хочет. И вот смотрите, в ситуации спасения египтян при Черном море они познали Бога как спасителя. Это можно услышать в песне Моше, вот она здесь в нашем разделе, Исход 15-2. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Друзья, спасением здесь так и написано, Он был мне еще. Когда Господь в столбе огненном и в пламени шел впереди народа, тот познавал его как Яхвы Рои, Господь пастырь мой. Для них, как скотоводов, это было очень близко для их менталитета. В сегодняшнем разделе, Исход 15-25, Бог назвал себя перед народом Яхва Раффа, Господь Бог целитель твой. После победы над Амаликом, это тоже в этом разделе, написано в конце сегодняшнего раздела, Исход 17-15, «И устроил Моше жертвенник и нарек ему имя Яхва Нисси, Господь знамя мое». Итак, сегодняшняя глава, она показывает, что Израиль теперь, как уже многочисленный народ, Исход вновь начал познавать своего Бога на практике, да, в жизни, он увидел его, что он живой, вот он, вот стол, да, вот потопленные войска, вот мы здесь, вот все, вода, перепела, ман, да, Вот это все показывает Бога живого, Бога сильного. И в сегодняшнем разделе есть еще одна тема, которая как бы тоже, она вот продолжает эту тему, о чем я говорю, да, что за всеми Божьими чудесами с Израиль, оно как бы находилось на втором месте. Дело в том, что к исходу имя Бога Израиля, оно как бы затерялось среди сонмеч иных богов и башков. После потопа к этому времени прошло несколько сотен лет, и народы, они как бы, ну, они стали идолопоклонниками, все эти мордуки, астарты там и так далее, валы, да, догоны, вот, они заполнили землю, и не видно было Бога, сотворившего небо и землю, было для других, оно было не очевидно, оно было не очевидно, ну, кто он такой, даже еще, потом еще, даже там царя сирийские, они говорили, вот наши боги, а кто там ваш бог, а в это время это особенно это было. И вот впервые после потопа в ситуации исхода Бог явил себя как богом не только семьи, да, не только одного народа, а богом истории. В этот момент, как бы, он вышел на, перед другими народами, именно как бог богов, как царь царей, вот, и это было очевидно, это было очевидно. Он с позором подверг, позору подверг богов самой великой страны того мира, значит, Египта, это было для всех, это было очевидным, да. Значит, поэтому, поэтому Моше в своей песне, давайте вот мы прочитаем, смотрите, что он говорит. Ты ведешь, кто ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, достопочтим хвалами, творец чудес? Ты ведешь милостью твою народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силой твоей в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князя Едомовы, трепет объял вождей муавитских, уныли все жители Ханаана, да. Они поняли, кто я, что бог Израиля, да, это великий бог. Да нападет на них страх и ужас, отвели все мышцы твоей, да не имеют они, как камень. Да коли проходит народ твой, Господи, да коли проходит сей народ, который ты приобрел, избрал. И Господь будет царствовать вовеки и в веки и в веки. Таким образом, друзья, здесь именно в этот момент, именно в этот момент, ну можно сказать, перед другими народами началась история избранного народа. То есть все народы увидели, да, кто есть бог Израиля и кто есть народ Израиля. Что он избран, он избран для некой миссии. И теперь у всех народов появилась возможность познавать этого бога. Через кого? Через Израиля. Друзья, вот зачем нужен Израиль. Вот почему бог, он говорит с другими народами, он говорит не через великих людей, да, там, помазанников и так далее. Да, их услышат миллионы, но Израиль слышит миллиарды. Кто не знает Израиль, да? И все народы, они знают бога Израилева, знают, что есть книга, в которых он что-то написал. Другое дело, верят они, доверяют они, это их выбор. Но горе тому, кто не захочет как бы склониться перед волей Всевышнего, да, Творца неба и земли, Бога Израилева, который являет себя другим народом через народ Израиля. Друзья, ну, естественно, если мы говорим о себе как о миссианской общине, какая ответственность для нас, как для общины, да, чтобы являть избранному народу, вот, именно волю Божию, говорить ему об этом, нести эту благую весть о том, что Бог избрал, не просто быть Ротшильдами, там, Рокфеллерами, там, богачами, нет, быть священниками этого Бога, Бога, сотворившего небо и землю. И что тот Маше, которого, ну, религиозные там не все ожидают, но религиозные евреи ожидают, что тот Маше, Ешо, он был, ест и грядет. Давайте скажем на это аминь. И в завершение моего комментария хочу сказать вот, это как бы, ну, что нам из того, да, как нам относиться к тем событиям, которые были когда-то, что мы вынесем для себя сегодня в этом дне. Исход еврейского народа из Египта, его жизнь в пустыне всегда была для всех верующих прообразом выхода людей из духовного рабства. И это, это классно, когда, знаете, когда мы размышляем, да, над этим исходом, вот мы и на Песах, да, и не только на Песах, вот, во время комментариев, иногда, когда мы сами читаем, мы размышляем над этим, мы понимаем, что это все образ, да, исход еврейского народа, это образ для нас, как тоже для Божьего народа с сегодняшнего времени, как что мы выходим из, вышли из духовного рабства. Но я бы еще бы какую-то часть увидел бы дополнительно к этому, не только это. Почему? Смотрите, это было понятно из духовного рабства, но это также был исход из места, где были ограничены возможности для исполнения замысла Божьего относительно судьбы еврейского народа, в скобочках, судьбы верующего, да, в места, где эти возможности безграничны. Бог хочет каждого из нас вывести тоже, не просто вывести, Он же куда-то ввести хочет, друзья. Мы об этом тоже должны размышлять, кто мы, куда мы идем, для чего Бог нас вывел. Если Он вывел еврейский народ, землю обетованную, для того, чтобы являть Бога, наверное, у нас тоже есть что-то похожее, да. Каким образом? Вот этому и служит община, этому и служит Писание, которое рассказывает нам, показывает, учит нас, что мы должны делать практически после исхода. Потом исход от неорганизованности, безответственности, в котором находился народ в рабстве, и мы находились в рабстве у греха, да, в сторону порядка и личной ответственности за свою жизнь. Мы уже не пеняем на обстоятельства, на то, что нам мешало и так далее. Теперь никто не мешает во взаимодействии с Господом, да, мы теперь, мы имеем, ну, я все могу, укрепляющий меня, Ешо, Мессия, да. Исход от экономического рабства и нищеты, от угнетения в сторону экономической самостоятельности Божьего обеспечения. Это тоже во время исхода. Что я хочу сказать, друзья, я хочу сказать, что исход, это, это вот мысль такая, знаете, вот прошу ее уловить, это нормальное состояние для верующего человека, это не единичный этап. Вышел и все, постоянно надо выходить, когда ты осознаешь нечто, да, что тебя сдерживает, да, твой потенциал, твои возможности. Вот надо исходить из этого, идти дальше. Бог все предусмотрел для того, чтобы у нас был вот этот исход. Знаете, и это первый момент. И второй момент. Мы познаем Бога когда? Когда мы сидим, лежим или как? Когда мы что? Идем, друзья. Когда мы идем, когда мы говорим, я выйду из этого, это состояние, в котором я нахожусь, оно меня не удовлетворяет. Я хочу идти дальше, я хочу большего. Будут говорить, ну вот, ты же посмотри кругом. А что я буду смотреть кругом? Я буду смотреть на моего Бога, я буду действовать, как Он мне говорит, как Он меня учит. Вот оно, друзья, исход, это постоянное действие. И Бога, как евреи, они в рабстве, они его знали, как, ну, в Египте имеется в виду, они его знали, как такого, сказочного такого, ну, так условно говоря, да, вот, то здесь они увидели его, то есть во время движения, во время исхода они увидели. Друзья, я знаю, что это то же самое, то же самое для нас, принцип, то же самое действует. Поэтому, если, если неудовлетворенность, например, там, я мало знаю Бога, я вот хочу больше, там, вот Рэба, он знает, там, или еще там кто-то, вот это. Я тоже так, без вопросов. Рэба не только знаю, друзья, он учится, чтобы вы знали в семинаре, да. Вот Игорь сидит рядом, он тоже учится. Многие из нас тоже МГБА закончили, я тоже учился в университете. Учиться надо, как минимум, идти в общение, идти на домашнюю группу, понимаете, вот идти там, когда мы собираемся вместе, выбирать себе друзей из тех, кто знает Бога, да, служителей. Вот, я, помню, пришел к Господу, я первым делом сел у пастыря и смотрел ему в рот, вот, я говорю, учи меня, у меня там было много лет, я был в чинах больших, там, военных и так далее. Я это первое, что это, учиться надо, да, не удовлетворяет экономическое состояние. Ну, что же, что-то делай, молись, иди на какие-то курсы, разберись, какие профессии сейчас востребованы, вот, иди переучись, ну, и работай. Я смотрю, сейчас там говорят, заработные платы повышают, не хватает работников, друзья, заработные платы повышают. Ну, так моя профессия не востребована. Приобрети востребованную профессию, ну, понимаете, о чем я говорю, да? То есть, постоянно, постоянно, как бы, ну, действовать, постоянно искать этот выход. Исход, вот я себе записал, исход подразумевает движение, начало пути и дальнейший путь. Библия, она множество раз, она говорит о пути, о божьих путях. Вот, и последнее, что я хочу сказать о том, что во времена Ишоа иудеев называли людьми книги, а нас называют людьми пути, друзья, людьми пути. А Ишоа что сказал? Он есть путь, истина и жизнь, друзья. И да благословит нас всех Господь на этом пути, познание Бога, да, на этом пути постоянного исхода, в лучшее, вот, то, что Бог предназначил для каждого из нас, для общины, для нашей страны, вот, для всего мира. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok